Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Короткий апдейт по биткоину. Часовой таймфрейм чисто для трейдеров. Если вы инвестор или ходлер, смело пропускайте это видео, но все равно ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал, если вы зашли впервые. Короче, биткоин у нас с вами пробил эту краткосрочную трендовую, которую мы обсуждали в прошлом стриме. Вот у нас тут была поддержка, здесь, здесь, видите, здесь, мы были вот здесь, в этой точке. И с тех пор мы уже упали ниже и протестировали ее сейчас как сопротивление и пошли вниз, отворились от нее. Поэтому похоже, что краткосрочно может быть еще какая-то более глубокая коррекция. И мы смотрим, что этот уровень совпадает с уровнем Fibonacci 0.23 от этого импульса. То есть мы уже с вами отретестили его как сопротивление. Следующий уровень 0.38. Не знаю, когда вы смотрите это видео и какое у вас время. Но следующая потенциальная цель это 36.650. Это уже близко. Это уже очень близко. И если мы его не удержим, то, соответственно, 0.5 уровень это 36.200, где, собственно, и была предыдущая поддержка сильная. Так что имейте в виду эти уровни. Также еще у нас есть предыдущее сопротивление вот здесь. Предыдущее сопротивление вот здесь. Это уже 0.61.8 уровень. Это ультимативный уровень. Если прямо начнется жесткая коррекция, но мы все еще окажемся в продолжении бычьего большего импульса, то мы можем упасть на 0.61.8. Это уровень золотого кармана 35.800. И вот если будет 35.800 за биток, по идее надо покупать на всю котлету и ту замунить. Но от этих уровней 36.200 и 36.600 тоже имеет смысл пробовать покупать по чуть-чуть, потому что в целом-то, конечно же, long, long, ребята. Но биткоин может скорректироваться и может даже более глубокую коррекцию показать, чем я сказал. Но, в принципе, да, вот 0.38, вот такая трендовая потенциальная. Но может все быть и более как бы долго к хауингу, поэтому учитывайте риски. Смотрите, альткоины еще, они тоже хорошо полетели. Все по-разному достаточно. То есть, если мы глянем эфир дневной, то он вообще, конечно, радует. Нереально. И я по нему тоже, на самом деле, закрыл уже часть позиции и собираюсь закрывать дальше. И если вы помните, я говорил вам про 2.100 и про 2.200. Многие не верили, смеялись. Вот они прямо сейчас происходят. Так что проверьте, что вы подписаны еще к нам в Telegram обязательно. И не в какой-нибудь скамовой, где на деньги разводят, а в настоящей по ссылке из записания или на экране, который вы сейчас видите. Вот. Только Dot разгрузил немножко трона. По чуть-чуть все равно продаю. Потому что, если вы торгуете с плечом, если вы торгуете с плечом, то вам по-любому нужно сбрасывать. Сбрасывать часть позиции, когда что-то отросло. Потому что иначе вы будете видеть большую прибыль, потом большой нереализованный, опять как бы, даже не убыток, но потерю своей прибыли. И вам будет некомфортно, вы будете скидывать все близко к нулю или в минус. Поэтому потихонечку забираем прибыль. А также напоминаю, что кроме Байбита на Гейте идет суперакция. На Гейте сейчас все еще крышесносные бонусы на торговый объем. Но они уже заканчиваются. Если вы торговали по нашим ссылкам весь месяц, то через пару недель должны прийти. Напишите потом, кому какие пришли. Но в целом, макро какая-то ситуация. Смотрите, дневка. По Candle Wave у нас сигнал Buy сразу же пробил Sell. То есть, как бы, можно им пренебречь и ехать дальше по тренду. И все еще, это может быть потенциальная коррекция. Ну вот, мы уже 36700 потрогали, пока я записываю это видео. Так что да, я думаю, что вот если Candle Wave скажет нам Sell на дневном таймфрейме, на 4-часовом-то, скорее всего, он сейчас скажет. Но тут тоже много шума. А вот на дневке тогда, да, можно рассматривать даже, может быть, какие-то шорты хеджевые. А пока, не знаю, ну забирайте часть прибыли, это самое главное, не пересиживайте в рынке. Успеете еще перезайти на коррекции. Вот, так что. Но Dash при этом, кстати, нормально растет. По Dash тоже зеленые пузыри вот здесь на Market Order Bibles, красная точка. RSI вниз. Может он сходить на сетки EMA Ribbon куда-нибудь, это к биткоину. Процентов на 20, если биток первый полетит. Вот он уже тестирует часовую, проколол, 4-часовую сетку Ribbon к доллару. А, это биткоин. Это биткоин. Но биткоин, кстати, красиво 4-часовую тестирует к доллару. Поэтому может сейчас и отскочить плюс-минус отсюда. Эфир тоже, посмотрите, тестирует 4-часовую EMA Ribbon. Это, в принципе, очень хорошая бычья поддержка на бычьем рынке. Мы можем сейчас чуть-чуть заколоть и удивить всех очень сильно. Поэтому будьте осторожны, ставьте стопы, лайки, теки. Всем профитролей и до следующих видео. Пока!